Ну, выступать напрямую в агитационной кампании мы не имеем права, мы жители другой страны, но поддерживать будем Александра Григорьевича. Почему? Вот абстрагируясь от самой политической ситуации и от всего, от союзнических отношений и так далее. Ведь я не говорю, что там надо памятники ставить, но благодарным этому президенту Беларусь должна быть. Потому что из той разрухи 90-х годов с его усилиями страна вышла на уровень, который вот существует сегодня. Плохо, хорошо там, лучше, чем в мире, хуже, чем в мире. Но по паритету покупательной способности, валовый внутренний продукт Беларуси, почти 19 тысяч на душу населения сегодня, за прошлый год. И если говорить о очень разном Китае, то там около 9 тысяч на душу населения. Вот. Вывем. Есть сложности перед страной на сегодня? Есть. Есть у, как бы, власти, как бы, опасения всякие. Есть, конечно, это тоже же люди. Но она эти опасения преодолеет наверняка, потому что уже показала, что она способна что-то делать. Не что-то, а что, вот то, что сделала. Вот у всех претендентов на это дело, я знаю всю оппозицию практически, ничего похожего в программных делах нету. Ну просто, ну нету. Может, кто-то будет рад ее поддержать, там, может, какая-то часть избирателей, но предъявить нечего в этом вопросе. Кроме лозунгов о том, что вдруг, если мы придем, все встанут вот так в золоте, а до колена в серебре. Вот все. Продолжение следует...